Моё желание сегодня поделиться с вами из книги Библии. И первое место, которое я хотел прочитать, это записана книга пророка Иеремии, 29 глава, 7 стих и 11 стих. В принципе, эта мысль, она прослеживается от 1 стиха. И читаю 7 стих, 29 главы пророка Иеремии. «И заботитесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него, Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир». И 11 стих. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». И второе место – это книга Судей, 18 глава, тоже несколько стихов из этой главы. 7 стих из 18 главы книги Судей. «И пошли те пять мужей и пришли в Лаис и увидели народ, который в нем, что он живет спокойно, по обычаю седонян, тих и беспечен. И что не было в земле той, кто обижал бы, в чем или имел бы власть. От седонян они жили далеко, и ни с кем не было у них никакого дела». 10 стих. «Когда пойдете вы, придете к народу беспечному». И последние два стиха, 27-го, 2-го Пурустишья и 28-й стихи. «И пошли в Лаис против народа спокойного и беспечного, и побили его мечом, а город сожгли огнем. Никому, некому было помочь, потому что он был отдален от Седона и ни с кем не имел дела». «И ни с кем не имел дела». Когда рассуждал, молился, Господи, о чем мне говорить сегодня. И вот первая мысль, которая пришла мне на память, о чем я рассуждал, это произошло много лет назад, когда народ израильский оказался в плену за свои беззаконные дела. И Риме им пишет письмо, пишет письмо о их будущей жизни, которое было совсем по-другому, потому что они жили теперь уже в стране пленения. И он пишет им о том, чтобы они заботились о городе, в котором они были переселены. Заботились об этом городе, где они теперь живут. Второе он говорит, чтобы они молились об этом городе. Почему? А когда будет хорошо в городе, тогда будет и вам хорошо. А второе место я прочитал, братья и сестры. Город, который он ни с кем не имел никакого дела. Они жили сами по себе. У них не было никакой общения с другими городами. Они жили сами по себе, они были беспечными. И когда мы узнали, что из колена Данова пошли, им было очень тесно, им нужна была земля, и они пришли в разведку, пришли пять человек, осмотрели, и увидели, что этот город был беспечен. Люди ни с кем не имели дела. Они жили своей жизнью, они занимались своими делами. У них не было тех людей, которые стояли бы на страже, потому что в то время было трудное и, знаете, опасное. Они были беспечны. И когда люди увидели, увидели этот город, увидев беспечность этого города, и они ни с кем не общались, никто к ним не придет на помощь, они пришли и легко овладели этим городом. И когда размышлял об этом, знаете, я назвал свою проповедь двумя словами. Не будь беспечен. Знаете, когда израильский народ оказался в плену, то некоторые ложные пророки говорили, еще два года, мы вновь вернемся на свою родину. А Иеремия говорил, 70 лет, пока не исполнится, вы будете находиться в стране пленения. Знаете, смущали, и поэтому Иеремия пишет, что в городе, в котором вы живете, заботьтесь о нем, молитесь о нем, вам будет хорошо. Знаете, когда мы участвуем, когда мы переживаем за свою страну, за свой город, мы не должны быть беспечными. Я вспоминаю, братья и сестры, тот момент, когда мы только приехали в Америку, как мы вот первые собрания делали, группками собирались, кто первые приехали. Это на Рождество первый раз собрались. Такие общения на молитвенные, кто-то на разбор. У меня не было возможности, потому что у нас не было машины, где-то около года. И на работу на автобусе ездил. Но вот мы собирались, и стремились к этому общению. Знаете, люди стремились, чтобы создать свои какие-то церкви здесь в Америке, потому что мы любим общение, славяне. И вот я вспоминаю, собирались мы, братья приехали со многих штатов и рассуждали, как нам жить дальше. Мы в новой стране, новые обычаи, все по-новому. Мы языка еще не знали совсем. Нужно что-то делать, потому что мы чувствовали ответственность, что мы живем в этой стране, и нам нужно было как-то оттолкнуться, объединиться, поговорить об этом. Я помню, была первая конференция в Сиракюзах. Было название конференции. Было название этой конференции «Приготовься к встретению Бога твоего». Я помню, мы поехали с женой на эту конференцию. И была очень сильная конференция. Брат Григорий говорил, помню, Слово, чтобы быть готовым к пришествию Господа. Сильное Слово, участие было. Знаете, ну хоть она была небольшая, потому что немного людей еще приехало. Я запомнил, что на следующий день брат, который тоже говорил, вышел, свидетельствовал, говорит, вчера, после вчерашней конференции, я, говорит, ехал домой и рассуждал, потому что он жил недалеко от Сиракюзов. Говорит, я проехал три экзита, потому что мои мысли наполнены то, что он услышал. И потом очнулся, возвратился назад. Как это было приятно находиться. Мы заботились, переживали о наших детях. Знаете, мы молились, но чтобы Бог нам дал мудрости. Знаете, как начать нам, чтобы наша жизнь не прошла беспечно здесь. Многие, а зачем нам? Мы теперь будем собираться только в американских церквях. Не нужно нам это, не нужно то. Понимая сложность ситуации, сохранить наши семьи, потому что много славян приехало. Молились мы об этом, чтобы Бог благословил. Знаете, начали организовываться церкви, начали строиться дома молитвы, начали общение, первый съезд. Знаете, это было приятно. Знаете, что бы получилось, если бы отнеслись мы беспечно. Каждый бы растворился, где-то исчез среди этого большой страны. Но сегодня мы видим, сколько у нас в объединении в нашей стране, наших славянских объединений, сколько они совершают служения. Это люди не были беспечными. Знаете, мы начали создавать все это. Нам нужно быть, братья и сестры, бдительным, осторожны. Сегодня мы живем в такое трудное время, и никак нельзя нам быть, братья, беспечными. Знаете, я вспоминаю Авраама. Мы не так слышали проповедь. Денис проповедал Авраами. Знаете, этот человек был веры. Он очень переживал, когда свой племянник, Лот, отделился, и он поселился в городе злом. И он сильно переживал. Знаете, когда пришли ангелы, он говорит, утолю ли от Авраама, что я хочу сделать? Ему рассказывает, пойду посмотрю, потому что вопль на города Содома и Гоморы велик. Точно ли так? И на следующий день, когда Авраам, написано, встал рано, переживая, что же там произойдет теперь с Содомом и Гоморра, встал рано и возвек свои очи, возведя туда, где находились эти города. Знаете, он увидел дым и огонь. Как он запереживал. Сколько он переживал. Уже не раз было, что попадал Лот в проблему, когда он бросил все, свою страх и беспечность, пошел, чтобы спасти его. И он спас его. И теперь он стоял пред лицом Господа и молился, молился. Знаете, и мы читаем такие слова, что написано, и вспомнил Бог об Аврааме. Его молитвы пришли на память. Братья и сестры, Богу на память приходят наши молитвы, когда, может быть, мы долго молимся. Наши молитвы, то, что мы совершаем, они всегда на памяти у Господа. И придет время, он обязательно ответит. Он стоял, когда-то торговался с Богом, Господи, может быть, пятьдесят, и дошел до десяти. Но в этом городе, в Содоме, не было и десяти. Был праведный, написано, Лот. Он мучился в этой праведной своей душе. А произошло с Иерусалимом, почему он оказался в запустении, почему они оказались в плену. А там было еще хуже. Когда мы читаем, братья и сестры, Иеремия, пятая глава, посмотрите, первым стихом написано. Походите по улицам Иерусалима и посмотрите, и разведайте, и поищите на площадях его. Не найдете ли человека, нет ли соблюдающего правду, ищущие истины, я пощадил бы город. Какое милосердие Бога! Он говорит, я бы ради одного пощадил. Не нашлось и одного. И поэтому они остались далеко, далеко в плену. Бог послал этот плен. А когда мы читаем Даниила, девятую главу, где Даниил молится Богу, и он переживает о своем городе, девятая глава, третий стих, и обратил я лицо свое к Господу Богу с молитвою, молением, в посте, в ретищи и в пепле, и молился я Господу Бога моему, исповедовался и сказал ему, молю тебя, Господи, Божий великий и дивный, хранящий завет и милость, любящим тебя и соблюдающим повеления Твои. Согрешили мы! Согрешили мы! Он подчеркивает в этой главе пять раз. Согрешили мы! Согрешили! Девятый стих. А у Господа, Бога нашего, милосердие и прощение. Мы возмутились против Него. У Него милосердие и прощение. И, знаете, он молится за свой родной город, за Иерусалим. Смотрите, 18 стих. Преклони, Боже, мой ухо Твое и услыши, открой очи Твои, возри на опустошение наше и на город, на котором наречено имя Твое. И 19 стих. Последнее полустище. Боже мой! Ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем. Он переживает за свой народ. Он переживает за свой город. Братья и сестры. Он исчислил. Он исчислил, что время истекло 70 лет народу своему. Теперь Бог должен делать, чтобы возвратить свой народ из плена. Прошло 70 лет. Он молится. Он каждый день молился три раза за свой город. Открывал окна туда, где находился Иерусалим, в ту сторону. Он переживал за свой народ. Он плакал в посте, в молитве, в пепле. Падал, плакал. Хотя он, знаете, но он не был грешным, святым человеком. А он молился. Он соединил себя с народом своим. И просил у Бога милости. Согрешили ми. Господи, согрешили. И в 14 стихе, в 13 тут написаны такие слова. Смотрите, как написано в законе Моисеевым, так все это бедствие постигло нас. Смотрите, как вот дальше написано. Но мы не умоляли Господа Бога нашего, чтобы нам обратиться о беззаконии наших и уразуметь истину Твою. Но мы не умоляли. Братья и сестры, если бы поднялся этот вопль к Богу, знаете, Бог бы пощадил. Бог пощадил Иерусалим бы. Но не было. Не было людей, которые бы встали в проломе умолять Господа. Знаете, помните, царь Монасий Нечестивый жил, много грехов делал, много крови пролил. И когда его пришли в плен, захватили окову, посадили его в тюрьму, и он в трудных обстоятельствах, и он, написано, смирился и начал умолять Господа, нечестивый царь, из-за него все эти бедствия. И смотрите, Бог, написано, склонился к нему. Он услышал вопль его, пришел на помощь. Он преклонился пред людьми злыми и нечестивыми Неневии. Братья и сестры, помните, Бог помиловал этот город. Вот такой чудный наш Бог. Знаете, нам никогда не быть не нужно беспечными. Нужно стоять на страже за свою семью, за свой город, за свою страну. Братья и сестры, как здесь написано, смотрите, Плачь и Ремия, 3 глава, 31 стиха. Ибо не навек оставляет Господь, но послал горе и помилует по великой благости своей. Знаете, и дальше там говорится, что Бог милостив. Он не по сердцу, изволение сердца своему наказывает. Он любит миловать, братья и сестры. Но нам не нужно быть беспечными. Поэтому Иеремия говорит, вставай, взывай ночью. При начале каждой стразы изливай, как воду сердце твое перед лицом Господа. Простирай к нему руки твои. Простирай. А душе детях своих не надо беспечными. Это трудное время. За город наш, в котором мы живем, за правителей наших, апостол Павел говорит, чтобы мы молились за царей, за начальствующих. Будем молиться, будет вам хорошо. Знаете, трудное время, когда страна отступает от Господа, Бог делает свое дело. И если страна не смирится, Бог позылает какие-то наказания. Знаете, и если не обращается к Богу, Бог делает свое дело, как дело с народом израильским, разрушил, разрушил эту страну, увел в плен. Нельзя нам быть беспечными. Мы должны молиться за свои семьи, вставать, вызывать к Богу, чтобы Господь помог. Знаете, я хочу сказать еще одно место, когда мы были на конференции последний раз в Шарлоте, всем участникам, которые там были, дали такая открытка. И на этой открытке написана победа, где находится на горе Моисей, и рядом с ним находятся Ор и Арон, которые поддерживали руки, стояли, Моисей сидел на камне, а Моисей в руках держал жезл, и они поддерживали его руки, чтобы пришла вот эта победа, чтобы Бог послал милость от врагов. И написано, когда руки опускались и побеждали враги, и когда они вновь подымали, побеждали израильтяне. И там написано под этой открыточкой такие слова. Это Иакова, 5 глава, 16 стихом. Молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Смотрите, какие слова, которые так запали в мое сердце. Много может усиленная молитва праведника. Много может, братья и сестры, молитва праведника. Знаете, по молитвам праведников Бог делал чудеса. Герои веры, которые молились, Бог совершал великое. Не будь беспечен. Нужно сегодня, как никогда, молиться за себя самого, за свою семью, за своих детей, за нашу родную церковь, чтобы Господь сохранил нас от всякой болезни. Да наш город, в котором мы живем. Всякий раз, я не знаю, почему это пришло, когда я выезжаю с работы, выезжаю с работы, уже заканчиваю здесь, в лайбуре, где я по утрам работаю, два часа, и выезжаю с работы, и почему-то вот Бог наполнил мое сердце, когда я еду, молюсь за свой город. Вот всегда, как только выезжаю с работы, на эту улицу, еду вниз, и молюсь за свой город. Молюсь за людей, которые встречаются, за молодежь, за студентов, которые живут вот в этих домах, за школу, в которой я никогда работал, знаете, молился за город, и всегда, вот когда еду, я не знаю, откуда это пришло, но я думаю, что это побуждение от Духа Святого за наш город, в котором мы живем. Когда я работал в школе, там находилось собрание одной церкви, и когда я читал бюллетени этой церкви, то написано, там пастора объединились, они собираются и тоже молятся. В нашем городе есть пастора, которые собираются молиться, они переживают за наш город, они делают какие-то активити в нашем городе, братья и сестры, люди, которые молятся за наш город. Иногда люди поднимаются на гору, поднимают руки, как Моисей, молятся за наш город, в котором мы живем. Молятся за наш штат, молятся за нашу страну, молятся за президента. Это мы должны делать постоянно. Вчера я просмотрел один ролик Конгресса, один конгрессмен из штата Техас, на Конгрессе он молился молитвой. И молитва, которая зажгла мое сердце, она перевернула. У меня на глазах вышли слезы, потому что этот конгрессмен молился и плакал пред Богом за свой народ. Господи, что мы отступили от Тебя, мы отошли от Тебя, мы убрали законы из школ наших, и поэтому сегодня там убивают, сегодня там стоят металлоискателями. Поэтому у нас много сегодня, что мы оставили Тебя, поэтому в таком кризисе наша страна. Поэтому, Господи, прости нас, что мы убиваем своих детей. Прости, он плакал, молился. Думаю, Господи, какая чудная молитва. Как нам сегодня не хватает, как церкви. Нам нельзя быть беспеченными за свою страну, в которой мы живем, за наш город. Поэтому сегодня мы будем молиться об этом. Чтобы вам было хорошо, молитесь за свой город, братья и сестры, чтобы вам было хорошо. Много может усиленная молитва праведника. И поэтому Господь помилует, когда еще есть люди, которые переживают, которые склоняют свои головы перед Богом. И Бог будет отвечать. Поэтому помолимся, чтобы Бог остановил вот это болезни, народ свой, чтобы мы воспрянули, и чтобы мы не были беспечными. Ему да будет честь и слава. Аминь. Помолимся. Спасибо. Спасибо.